И мы возвращаемся к теме кредитов. Напомню, в общественной палате страны заявили, что жители нашего края одни из самых закредитованных в стране. Об этой теме поговорим с нашим гостем, экспертом Игорем Артемьевым. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, по-вашему, ну вот так вот, если в целом кредит это хорошо или плохо? Знаете, это как с едой. В определенной дозе он действительно может быть полезен, но если не знать меры, то он будет действительно не особо полезен. То есть, фактически, я считаю, что кредит в большей части своей помогает обнищанию нашего населения и ничего хорошего не приносит. Он приносит больше только тем, кто с помощью кредита может заработать больше денег. Смотрите, вот тот факт, что мы закредитованы, это значит, что люди стараются стремиться к чему-то большему или это вынужденная мера? Да, ну то есть, им реально не хватает на что-то денег, на что-то прям необходимое? Или они просто там хотят все дороже и дороже машину? Как, по-вашему, больше каких случаев? Я думаю, что больше случаев все-таки вынужденности, потому что фактически на сегодняшний день многие не видят другого выхода, как через кредиты удовлетворять какие-то свои потребности. Ну, конечно же, влияет и то, что народ пытается взять то, что ему не принадлежит. То есть, фактически пытается взять быстрее, чем он может на это заработать. И вот это вот тоже подогревает определенную ситуацию. Я думаю, что большая закредитовка все-таки это вынужденность. И вот вы начали уже об этом говорить. Такая закредитованность, это опасно? К чему это может привести? Это лишь, ну то есть, это банкротство в первую очередь или может быть еще какие-то проблемы? Вон у нас коллекторы есть, некоторые там даже говорят, ну, чуть ли не с ума сходят от количества кредитов. К чему, в общем, может привести эта закредитованность? Знаете, фактически вот эта напряженность, она возникает, она и психологическая в том числе. То есть, человек понимает, что он брал чужое, да, отдает ему всегда свое. И вот отдавать свое, это безумно сложно, и люди начинают очень серьезно переживать по этому поводу. Вплоть иногда доходит даже до разводов. То есть, и вот эта ситуация, которая складывается, да, она ведет очень тяжелые социальные напряженности. На самом деле, может привести к всему, что угодно. И если люди не поймут, да, вот ту ситуацию, которая складывается, да, если не начнут смотреть более разумно на свои, как бы, траты, на свои, как бы, потребности, желания, то может привести к чему угодно. А как вы считаете, можно ли каким-то образом решить эту проблему? Может быть, каким-то образом, ну, я не знаю, ну, только ли повышение уровня жизни, в общем, поможет решить эту проблему? Вы знаете, нет, здесь еще очень сильно ответственность лежит на банках, которые должны очень четко и жестко отслеживать кредитоспособность наших граждан. И очень важно повышать финансовую культуру населения. То есть, люди должны понимать, что они будут отдавать, где они будут работать и каким способом они будут лезть. Фактически, вот эта перекредитовка, она еще и влияет и на бизнес, потому что люди идут и пытаются просить большую заработную плату, считать, что они мало зарабатывают, фактически создают еще и напряженность у себя на работе, что тоже, кстати, ничего хорошего не приводит. К слову о культуре, я так понимаю, что многие-то и не до конца читают то, что подписывают, когда берут какие-то кредиты. Особенно это относится не столько, наверное, к банкам крупным, сколько к микрозаймам, да, там столько различных условий. Да, к сожалению, вот это желание халявы, желание быстренько взять и ничего при этом не представить, да, каких-то документов, каких-то обоснований, да, оно фактически ведет. И наше население, к сожалению, в большей части не читает то, что оно подписывает. И еще один такой момент, насколько мне известно, если ошибаюсь по правде, за границей процентные ставки по кредитам ниже гораздо, ну, по крайней мере, часто мы встречаемся, сам не сталкивался, видел. В сети говорили, рассказывали. Во-первых, так ли это? И, во-вторых, если у нас понизить процентные ставки, это хуже, лучше? Не приведет ли это к еще большей закредитованности и, соответственно, к еще более печальным последствиям? Да, фактически вот то, что сейчас происходит, да, с кредитными ставками, это ответ на рынок, это ответ на ту потребность, которая есть. Первый момент, да, действительно, за рубежом ставки ниже, но и риски ниже. То есть там население более обдуманно подходит к этим вещам, да, и фактически вот за счет того, что у нас здесь огромное количество людей, которые не выплачивают кредиты, вот эти все невыплаты фактически в той или иной мере ложатся в ставку. Поэтому мы отчасти сами виноваты в том, что такие высокие ставки. Поэтому сейчас снижение ставок не даст никакого результата, оно только усугубит ситуацию. Понятно, спасибо большое. Напомню, с гостем, экспертом Игорем Артемьевым, говорили о закредитованности нашего края. Напомню, в общественной палате заявили, что в четверке даже по закредитованности наш регион среди других по стране. Далее у нас реклама, не переключайте канал.